В Иванове станет теплее. Это прогноз не метеостанции, а мэрии. В четверг глава города подписал постановление о начале отопительного сезона. Согласно документу, тепло в дома ивановцев начнет поступать уже с 1 октября. А учреждения соцсферы, детские сады и школы начнут отапливать уже сегодня. Правда не обходится и без форс-мажора. ПАОТЭ Плюс до сих пор не завершила ремонтные работы на четырех участках тепловых сетей. Руководству предприятия направили открытое письмо, в котором описали сложившуюся ситуацию. В рамках подготовки к отопительному периоду мы неоднократно собирались с ПАОТЭ Плюс. Таких собраний было минимум четыре. Когда мы каждый раз говорили о том, что график нарушается, примерно месячное отставание имеется. Последние заверения были, что и добавят людей, и увеличат продолжительность работы смен. Но все-таки мы видим, что отставание есть. И еще раз обращаемся к ним, чтобы как можно больше приняли всевозможных мер. У ПАОТЭ Плюс горят сроки, но это не согреет батареи горожан. Существует вероятность, что тепло не успеют дать вовремя в московском микрорайоне и в районе улицы Варенцовой. Кроме того, недоделки могут сказаться на всей городской системе теплоснабжения. Нарушенная гидравлика может быть по всему городу, так как эта система одна подающая, и если где-то давление в одном месте будет недостаточно, то в других местах тоже могут возникать проблемы. Но у нас будет работать горячая линия с 1 октября, и мы готовы внимательно расслушивать жителей и отрабатывать все поступившие жалобы. Специалисты горячей линии по отоплению ответят на все вопросы, интересующие жителей города. Вот только вопрос с ПАУ Т-плюс пока остается без ответа. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.